Хей-хей-хей, всем привет! Ну что, по многочисленным просьбам, длительным, очень длительным, я решила снова вернуться в мобильный МК. Так, много чего произошло с тех времен, как мы с Олегом вместе записывали мою мобильную версию. В общем, я тут решила поменять чемпиона. Я смогла полностью прокачать свою Китану. Ну, вообще, сейчас вам покажу свои обновы, и я думаю, мы сегодня с вами посмотрим Кракена. Конечно, я заранее прошла его все три первой башни на нормальном уровне сложности, и сегодня мы пройдем с вами четвертую, пятую, и вообще посмотрим, кто такой у нас Кракен, какие у него будут особенности. Так, ну что, давайте-ка, я думаю, перед этим зайдем в магазин, посмотрим, что у нас есть тут интересного. Смотрите, я успела накопить за долгое время 609 тысяч монет. Так, кстати, ребят, я в основном, ну, пару раз, наверное, донатила, но в основном я копила монеты, зачем мне их сразу тратить. Так что, давайте-ка, купим несколько наборов снаряжения. Они лишними нам точно не будут. Так, покупай. А вдруг у нас что-нибудь интересное выпадет? Так, ну... Топор палача у меня уже прокачан. Катан у меня тоже. Ну, перчатки тоже. Эх, обломиссимо. Давайте еще купим парочку. Ну, что у нас выпадет интересно? Так, амулет прокачан. Драконий щит прокачан. Хоккейная маска. О, вот это уже интересно. Так, она у меня есть у Темной Китаны. Если я все-таки, кстати, подумываю вернуться к Джейсону, сделать его своим третьим персонажем. Так, ну, смотрите, у нас еще есть куча монет, давайте еще купим парочку. Я, конечно, не претендую на молот гнева, но... А вдруг? Вдруг нам повезет? На ручьи нам не надо. Драконий щит не надо. Топор палача тоже не надо. Спасибо. Так, давайте-ка еще набор один откроем. Мне даже самое интересное, что может выпасть. Так, касаемся и открываем. Такс. О, молот гнева. Я надеюсь, Олег не будет смотреть эту серию, и он ни на меня не обидится. Прям на ролике молот гнева открыли. Прекрасно. Он у меня уже какой? Получается, четвертый. Сэ ля ви. Так, открыли молот гнева. Дух дракона нам не надо. И солебные травы тоже не надо. Ну, давайте еще один. Ну, вот еще один. И оставим остальные монеты, если надо будет кого-то прокачивать. Так. Драконий щит не надо. Кольцо не надо. Снаряжение тоже не надо. Я уже купила. Все, полностью. Так, ну, смотрите, еще есть 1200 очков союза. Давайте-ка откроем. Что у нас тут может выпасть? Ну, тут, по-моему, в основном усиления какие-то, может, новый уровень. Ну, вот спецприемы, улучшения. Давайте еще один. Так, ну, открывайся давай. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, может, новый уровень? Ну, серебряный спецприем тоже лишним не будет. О, я выполнила целых два задания. Ой, я сегодня вообще кучу заданий уже выполнила, пока я проходила этого Крякина. Именно что Крякин, он не Кракин, он Крякин. Так, ну что, ребят, давайте-ка посмотрим, что у нас у Кракина. Значит, вот эти три я прошла, они довольно простые. И сейчас мы с вами займемся вот этим под номером 4 и под номером 5. Итак, начнем с четвертой части. Кто у нас тут должен быть? Персонажи внешнего мира. Ну, давайте-ка создадим. Давайте посмотрим по атаке. Первой-наперво у нас будет, наверное, я возьму Китану. Ой, Китану. Мелину, видите? Она у меня полностью прокачанная. У нее уже 50-й левел. Полностью ее... Боже, вы бы знали, сколько я пыталась ее прокачать. 350 душ. Часть душ я купила, часть душ накопила. Это была полная жесть. В общем, она у нас полностью прокачанная, такая вся модная. Давайте возьмем Мелину. Так, кто у нас еще? Давайте-ка возьмем Девору. И давайте возьмем Эрона Блэка. Все, персонажи выбраны. Ну что? Да, против серебряных. Смотрите, как мы их сейчас просто нагнем. Сейчас будет... Просто мы их вынесем. Вот вообще. Так, ну... Че ты так тормозишь-то, а? Так. О! Смотри, Мелина это... Ну, я тут даже особо блокировать не буду. Тут нет смысла. Джакс бесит меня. Джакс просто бесячий персонаж. Он слишком сильный. Отлично. Первый бой у нас уже позади. За 12 секунд вынесли. Так, давайте, кто у нас следующий? Рептилия Коталькан и Кано. Коталькан и Кано. Коталькан и Кано. Прекрасная фирма, которая продает торговое... Что? Забейте. Так, рептилия. Давай. Мелина тебя... Мелина всех уделает. Ой, я вас умоляю. Уважаемые. Отвалите. Мелина классный персонаж. Она реально классно дерется. Она может вынести просто вот... Вот как нечего делать. Особенно если ее брать в войну. У этих войны фракции я ее всегда беру. Ее и двух кенши. Это, ребята, стопроцентная практически победа. Ну, если, конечно, вы не сталкиваетесь с читерами. Потому что читеры... Тут я иногда захожу. Какой-нибудь там... Вася99. У него полностью прокачан, допустим... Кто у нас там есть запрещенные? Этот Куанчи. Потом, допустим, там этот... Сабзира. Этот с маской в респираторе. Там еще кто-нибудь. И, понятное дело, ну, откуда 7 по 7 по 8? Ну, эти максимальные уровни сливания. Вряд ли человек донатил так много денег. Это, чтобы, наверное, их выбить все... Там, по-моему, сколько? 850 душ. Этот крутой набор. Это надо задонатить... Ой, пару сотен баксов, наверное, если не больше. Я сомневаюсь, что... Этот человек донатил. Так, а у нас уже... Я даже просмотрела, какой у нас уже бой. Прекрасно. Сколько мы уже с вами прошли? За 9 секунд. У нас новый уровень у нашего эра на Блэта. 5 душ дали. Чудненько. Я хочу сейчас, кстати, за новое душе... Купить нам еще одного Кенши. Он нам понадобится в пятом бою. Так, ну... Долгие подгрузки. Не надо долго подгружаться. Так, Сонечка. Сонечка у нас, Диворка и Котальканчик. А представляете, если бы они действительно все назывались ласкательными? Пронизывающая Мелинка. Котальканчик. Сейчас с каждым будем придумывать. Стрелок Эрен Блэкчик. Диворка. Так, не. Так не пойдет. Будем заряжать их всех. Будем тратить. Мои кровно заработанные души. Хоть мне их и жалко. Я хотела за них купить Кенши. Но... Кенши подождешь. Вот мы сейчас насобираем с тобой душ. И тогда мы тебя купим. Так. Сабзира. До свидания. До свидания. Почему она такая целлюлитная? Вот посмотрите. Сравните ее и Мелину. Мелина прекрасно выглядит. Прекрасная фигура. А у Китаны там такой жесткий. У классической. Целлюлитец. Кстати, она, по-моему, мне выпадала уже. Но у меня, по-моему, есть среди серебряных персонажей. Так. И кто у нас будет дальше? Ну. Ну. Так. Скорпиоша. Скорпиончик. Ой, как страшно. Куандзинька. Куандзинька. Слушай, я тебе сейчас по твоим кунзиням дам. Так. Все. Не надо прикрываться. Не надо стесняться. Я не спорю, что импрессив. У нас тут вообще все импрессив. Так. Дальше пошли. Вот бы сюда добавили кожаное лицо. Чужого. Триборга. Вот это бы было классно. По-моему, следующее на этом самом. Ожидается шинок. В испытаниях. Потом еще какая-то классная. Ну, насчет классной я вам точно не скажу. Касси Кейдж. И, по-моему, наконец-то ведут золотистую Джеки. Потому что, по-моему, практически все персонажи тут есть. Но золотые. Золотые и их серебряные аналоги. А вот почему-то Джеки все обошли. Так не честно. Джеки тоже заслуживает быть золотой. Кстати, и такеды тут нет. Слушайте, а тут много кого нет по сравнению с этой версией ПК. Или той же ПС-4. Так что разработчикам тут еще можно... Ой, сколько персонажей добавлять. Так. Давайте Кейси так по-модному вынесем. Поэтому, ребятки, я вам советую Мелинку. Если вы еще не выбрали, допустим, себе всех бойцов. Или хотите кого-то нового попробовать. Попробуйте Мелину. Не разочаруйтесь. Я ей очень довольна. Полностью ее этими всеми слияниями, сливаниями. Она действительно классный персонаж. Вот она и Кенши. Они у меня такой классный дуэт. Классную основу составляют. И я вот хочу кого-то третьего попробовать взять. Но вот кого третьего я пока даже не выб... Ну, у меня третий сейчас-то Кенши, но... Хочется кого-то более интересного взять. Так. Слушайте, давайте, что у нас эти двое? Стоят как на пределах. Слушай, да ты достала. Так, а ну давай, Эррон. Думала, Эррона взять. Эррона, может быть, или Соню Холодную. Или, допустим, допустим, того же... Того же Джейсона. К сожалению, у меня не выпадал этот белый футболочек. Так, а ну-ка давайте кого-то другого возьмем. Кто у нас тут еще есть? Так, слушайте, а что у нас? Все лаловские, да? Давайте вот эту китану возьмем. Давайте возьмем... Слушайте, у нас они все совсем слабенькие. Давайте слабенькими попробуем пройти. Этого возьмем. Давайте что, двух скорпионов? Но не, конечно... Хотя... А что такое? А, пардон. Пардон, мы напутали. Так, кто у нас еще из внешнего мира есть? Эррона мы брали. Так, внешний. Внешний ау. Ну. Инжастис. Ну, давайте Инжастиса возьмем, кстати. А что такое? Блин, опять не тот. Что ж такое-то? Так, кто у нас еще? Кана. Ну, давайте Кана уже серебряная. А, тут вас я тенес. Короче, друзья, не будем далеко ходить. Берем Девору. Давайте хотя бы Эррона. Ну, попробуем поиграть за Ассасин Китану. Потому что она мне, в принципе, очень нравится. Хороший такой персонаж. Но, к сожалению... К сожалению, она у нас в этих эксклюзивных наборах. Ну, понимаете, тратить по 150 душ, чтобы выпал непонятно кто она. Я так понимаю, что они... Проблематично их выбивать. Ну, она у меня не особо прокачена, но дерется она классно. Да. Так, заполняем. Не. Китана, прости, но ты у нас немножко слабенько. А-а-а. У нас тут, получается, сейчас заблокирован... Этот самый... Возможность изменить персонажа. Вот, кстати... А, нет. Не заблокирован, перепутала. Я, кстати, в свое время играла за Девору. Ну, неплохой персонаж. Но... Я не фанатка, точно ее. Так, до свидания. Можешь там свое... О-о-о-о! Делать где-нибудь в другом месте. Все, видите? Уделали. Так, ну и последний. Последний раунд. Последний. Давайте-ка поменяем. Давайте за стрелка сейчас поиграем. Вот пусть стрелок у нас всех вынесет. Эрон Блэчик. Блэкчик. Эрончик. Чаще менять персонажей. Я вот... Все время пишут, советуют поменять персонажей. Чаще меняйте во время битвы. Я, наоборот, предпочитаю за одного играть. Ну, или как-то их комбинировать. Но чаще менять... Допустим, я предпочитаю, чтобы у меня... Мелли на всех выносила. О, вот альканчик. Так, ну давай. Я все поняла, что ты сказала. Так. Какой алькан? Не надо. Не надо меня бить. О. Вот это ты, Малорик. Бей. Бей, она же серебряная. Ненавижу, когда блокируют мои удары. Кейси. Кейси, ты что-то разошлась. О. Вот это уже ништяк. Победа. Прекрасно. Так, ну что, переходим тогда у нас в следующая башня. Правильно? А, у нас сейчас набор карт. Ну что, посмотрим, что же нам сейчас выпало. Опять какая-нибудь серебряная хурма будет. Ну, серебряный. Третий прием. Серебряные травы, которые мне не нужны. И кенши, который мне тоже уже не нужен. Я серебряного уже прокачала. Так, в вашем отряде должен быть сабзира, ребята. И по иронии судьбы у меня нет сабзира. Точнее, у меня есть только серебряный. У меня ни разу не попадался золотой. Так, ну, значит, берем... Я беру свою классическую команду в виде одержимого кенши и пронизывающей мелины. И я беру... Где у нас... У меня точно нет золотого? Блин. Какая лажа. У меня все есть скорпионы практически. Ну, кроме того, мажорного. Желтого. Вот это лажа, ребята. Ну, вот видите, у меня... Чуть не едешь. Ну, вот он у меня. Слушайте, а может нам сабзира качнуть, а? Что у нас есть? Давайте мы ему прокачаем. Потому что там же наверняка будет какой-нибудь... Этот... Один из уровней, когда у нас будет заблокирована перемешка. О, я молодец. Спецприемы для рентген. А, на пятом уровне. Что еще? Этих прокачивать? Не. Я-то не хотела бы их прокачивать. Так, ну ладно. Пойдем с таким уже. Давайте-ка нашу милину зарядим. О, ну что? Сабзира против сабзира. Так, ну у нас милина должна всех нагнуть. О, я же говорила. Еще нам останется прокачать кенши и вообще будет ништячок. Слушай, ты... Медицинский брат. Призрак сабзира мне напоминает реально какого-то медбрата. Тоже такой повязочки марлевой. Зато мы сейчас нашего сабзирку прокачаем. Чудесно. Так, второй бой из пятнадцати. Слушайте, у меня уже телефон настолько горячий. Чувствую, надо будет его бросить на зарядку сейчас. Так. Так, слушай, хора мне тут размахивать своими пистолетами. РН-чик. Так, пчелиную матку выносим. О, Коталькан. Не Коталькань мне тут, пожалуйста. А то я тебе сейчас так под твоим Котальканом дам. Вот. Чудесно. Победили. Идемте дальше. Слушайте, так подождите. А мы можем уже купить нам? Или нам, наверное, пока не надо покупать? Давайте-ка еще немножко повоюем. Нам, по-моему, в каких-то... Между какими-то этапами дают души. И вот мы получим те души. И как раз можем качнуть... О, бесячий Рейден. Можем качнуть нашего Кенши. Так, давай ты вынесешь, моя родная. Стоп. А, фиг тебе. О, есть. Молодец. Мелина заслужила конфетку. Так, есть. Идемте дальше. Ну вот, видите, у нас закончился заряд. Так, видите, у нас получается всего есть 10 зарядов на каждой карте. И вот в этом последнем бою у нас используется целых 3 заряда. То есть в среднем мы сейчас еще 3 боя деремся. И нужно будет опять души тратить. Слушай, да хоррэ размахивать не тут своими ногами. Так, давай, бей его. Шаолиня из Кунлау. Чуденько. Победили. Победа за нами. 10 секунд. Мелина выносит за 10 секунд троих персонажей. Ну, правда, я понимаю, что это простой уровень. Что она... Я представляю, какая будет по больно сложным. Так, давай. Не люблю Соню Холодную Войну за счет вот этой... За счет вот этой брони. Особенно если ты играешь в войне фракций. И там у кого-нибудь такая броня. И кто-нибудь прокачал, допустим. Ну, в кавычках прокачал. Я знаю этих прокачивающих. Все 7 сливаний. То это все. Это полный слив. Так, все. 15 душ у нас есть. Смотрите, давайте-ка посчитаем. Мы сейчас пройдем вот этот шестой бой. И у нас останется... Так. Стоп. Сейчас... До арифметики сейчас дойдем. О! Мелина против Мелина. Пока, Мелина. О, Слэшер. Слэшер, конечно, хорош. Но я бы... Я бы очень его хотела, но... Ой. Это же он у нас, по-моему, два раза встает, да? Да, ты у нас стоишь два раза. Так, ну и теперь переходим на Кенши. Ого. Ты что, думал, что я тебе не смогу тебя остановить? Фу. Виктори. Я за твое здоровье пью Кенши. Чаек, правда. Который уже остыл. Так, смотрите-ка. У нас остался седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. У нас девять боев. Значит, нам еще девять монет понадобится. Правильно. Сейчас мы используем. Подождите. А. Не надо мне Мелину. Ну. Что, подождите, а сколько у нас стоит Кенши? Если он триста тридцать, то я бы взяла. Нам как раз двадцать три монеты хватит. Так, где ты, наш дорогой любимый? Да, триста тридцать содержимый. Ну что, возьмем? У нас будет он мощнее и сильнее. Двадцать три должно хватить. Так, двадцать семь, пятьдесят четыре. Это уже другой. Слушайте, а нам, получается, один остался? Там же, по-моему, семерочка максимальная. Да, семерочка. О. Ну, ему все равно далековато до Мелины. Все-таки Мелина тут... По-моему, атака максимальная среди карт у Мелины была. Без вот этих, без прокачек, без дополнительных карт. Так. Хорошо, баланс. Не баланс мне тут. Давайте-ка посмотрим, какие стали удары у нашего... Ого. Ой. Кесси. Кстати, Кесси, конечно, хороший персонаж. Я бы себе ее бы поставила. Но у меня она есть только одна. Нет, подождите, у меня две. Не один раз выпала еще одна Кесси. Но, честно говоря... Опять-таки, вот точно так же, как с тем же Куан-Чи. С той же... Этой самой... Китаны мне будет реально просто жалко тратить. Я не... Я говорила, что я не люблю Куан-Чи. По-моему, я тут всех не люблю. Просто будет жалко потратить 120... 120 раньше было душ. 150 душ сейчас. А тебе выпадет какой-нибудь там, не знаю... Джонни Кейдж, который у тебя уже был. И ты его просто продадишь там за пару тысяч. Так, все, родная. Пока-пока. Все, уделали. Кстати, еще одна фишка. Мелина же бьет дважды, получается. И иногда она первым ударом пробивает... Вот эту холодную броню. А вторым ударом она может... Что она может? Вторым ударом она может нанести полноценный урон. Потому что холодная же броня у нас... Рассчитана на торможение первого... Ну, любого, в принципе, удара. А тут у нее, получается, такой, типа, мини-читерский прием. Первым пробиваем, вторым добиваем. Ой, надо было взять вот тут кровавую штуку. Да, и у нее, конечно, классный второй прием. Там, где она высасывает, получается, жизнь. И может высасывать из других персов. Так что я... У меня тут, знаете, прям реклама Мелины. Покупай Мелину. Будь мощным. Фух. У меня уже локоть болит. И телефон горячий. Надеюсь, заряда хватит, чтобы мы прошли эти оставшиеся пять. Так. Ой, блин, опять идет Джакс. Давай, Мелина. А, у нас опять тут случайная замена? Ребят, хотите угарчик, да? Держите угарчик. Немощная Сабзира против мощной подружки. А, ну, с другой стороны, он смог хотя бы пробить ей броню. Слушай, ты сдохнуть не хочешь? О! Готово. Виктори. Так, ну что. Поехали. О, еще нам 20 душ дали. Вот так, ребят, потихоньку можно и накопить всегда себе на нового персонажа, как я и делала. Допустим, иногда с китаной не... Ой, с китаной. Чего у меня все время китана на языке? Иногда вот Мелине не хватало, там, допустим, душ 50. Можно было за пару долларов купить в магазине их. Там, по-моему, самый минимальный пакет, по-моему, 5 долларов. Или 3 доллара, я уже не помню. О! Вот это классный прием. Но чем мне не очень нравится этот прием, потому что, когда она его бьет, идет очень быстрый набор шкалы у вашего противника. Фух. Ребята, остался последний... Ну, не последний, осталось у нас... Сейчас еще 3 души потратим. И все. Бей, давай. Покажи этому хунла... А, это Люкан, пардон. Пардон. Люкан, это же тот, кого Олег обожает. Так, Сабзира. Иди гуляй. У нас прокачаны кенши. Зря я использовала сейчас прием. Так, бей, давай. Ну, смотрите, в общей сумме у нас он дает примерно 22 тысячи урона. Ну, давай. И неплохо. Но Мелина, по-моему, мне больше давала с вот тем уроном. Она, по-моему, с обычным может давать больше двадцатки. С первым, в смысле. Так, ну что, прокачиваем? Раз, два. Три. У нас остался тринадцатый, четырнадцатый. Вот, как раз на три боя хватит. Фух. А, еще нас еще и враг регенерирует. Так, Мелинка, давай ты первая начнешь. Ассасин! Тебе чулки не жмут там? Лучше посмотрела, следила за своими чулками. Хотя, вот мы сейчас быстренько этих уложим. Четырнадцатый бой попробуем провести сугубо с кенши. Изначально-то я все время за кенши играла. Ну, а потом, как появилась Мелина, я решила, что надо бороться за нее. Так. Ууууу, друзья. Там был и Куанчи. Там был и Джакс. Так, тихо. И там был наш... А, это, по-моему, непобедимые. Или это же не Рубака. А, не остановим, пардон. Какая разница? Уж не бей меня. Смотрите, он довольно-таки мощный. Может, действительно его третьим брать в команду? Он у него мощные удары. Он наносит, он у нас встает. Вот, надо подумать, блин. Если, по-моему, не остановим... Не остановимый. Не останов... Не перебивай мне кончи. Так вот, по-моему, не остановимый продается в магазине. Его можно будет купить. Обей же ты его. Слушай, кенши, не заставляй меня жалеть, что он тебе потратил от 330 душ. Так. Победа. Поздравляю вас, дорогие друзья. Ну что? У нас сейчас, получается, это был какой? Четырнадцатый? У-у-у, Кракен. Сколько у него удар? Три девятьсот? Слушайте, так мой Саб-Зиро почти до тебя добрался. Рептилия не уязвим для истощения сил. Отлично. Кракен? Кракен, тебе надо одеться. Ой. Кракен, ты голый? Ты в курсе? Я тоже могу заблокировать прием. Слушайте, а вас не смущает, что... Нет, я понимаю, что сейчас все начнут рассказывать, что-то так надо. Ну это забавно, он голый. И мы его... Ты что делаешь? Ты у меня жизнь... Ну сейчас, смотрите, а жизнь не плох как нас. Я даже договорить не успела, а мы его уже победили. Забавная хурменька. Так, ну что, давайте посмотрим. 50 душ мы с вами получили. И мы должны были получить рептилию. Подождите, а что, к нему не дается никакие те самые? Печалька. Слушайте, а что с тобой дается-то? Коллекция моя. Так, давайте по новым сортируем. Кракен? Рептилию. Так, ну что у тебя интересного-то? Покажи мне. Внешний мир. Кислотная кровь. Когда рептилию атакуют, возможен выброс кислотной крови, и противник получает урон. Ага, ну типа, знаете, как блокирует... Иногда, по-моему, есть прием у меня у Мелины, когда она блокирует, она типа отдачу дает. Вот, 750 атака, 1100 здоровья, стойкость, заряд силы, кислотный урон, налет плотоядного и вымирание. Ну, что я вам могу сказать? Можем попробовать с вами сейчас посмотреть, как она у нас дерется в войне фракции. Пройдем одну войну. Потрачу я еще монетки. Так. Ну, грузись. Вместо Сабзира... Да, не туда. Вместо Сабзира. Давайте, я понимаю, что у нас будет совсем нулячий, его быстро вынесут, но ради интереса ж смотреть хочется. Давай бой с сети, быстрая битва. Этих мы прокачаем. Ну вот, опять, смотрите, ну все семь прокачаны. Честно говоря, ну я не представляю, как можно всех семь прокачать без либо большого доната, либо без читов. Ну не читов, как взламывают эти системы, лишь что там делают. Так, ну что? Дождите. Ермак, тройка! Ермак, тройка, ребята. Это мой самый нелюбимый Ермак. Так, выноси. Выноси китану. Давай. Слушайте, а кракен довольно-таки... Слушайте, а быстрый персонаж, смотрите. Ну, клюется кровью, как рептилия. Посмотрите, слушайте, да, я понимаю, что урон просто смешной, но, во-первых, у него быстро набирается. Слушайте, он вообще... Подождите, а что... У него идет восстановление здоровья, или что это за 999? Ну, все, пока. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо успеть кенши и высосать из него. Высасываем, высасываем быстренько. Слушайте, а рептилия хорош? Мы вынесли его уже? Я не думала, что мы так быстро сможем его вынести. Так. Так, ну давай к тебе. Я, правда, не помню, какой это у нас Саб-Зиро с приветом или не с приветом. Ну, в смысле, с этой уловкой, обманкой. По-моему, это... Бес, что ли? Хотя нет, скорее всего, с... Так, давай. Раз. Ага, это тот, который у Олега стоит. Так, ну и давай тебе еще раз. Раз. А вот я сейчас возьму тебя и заблокирую. Добей! Сосульки тебе не к лицу, Мелина! Ну, давай же ж, добей ты его. Все, виктори! Ну что, друзья, мы с вами посмотрели, как дерется наша рептилия. Спасибо. Спасибо за 5000 монет. Рептилия, в принципе, знаете, довольно-таки неплохой персонаж. Я думаю, что я пройду на высоком уровне и вообще посмотрю. Быстрый, довольно подвижный. Дерется неплохо. Так что, может быть, мы за него еще с вами поиграем? Ну, а я буду пока с вами прощаться. Мы с вами посмотрели Кракена, посмотрели даже, как он дерется. И будем, я думаю, еще поиграем как-нибудь в МКХ. Я сама люблю эту игру. А пока что я с вами прощаюсь. Хорошего вам всем настроения. Удачного дня. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok